Здравствуйте, друзья! До биткоин-халвинга осталось 10 часов. В настоящее время цена биткоина застряла в диапазоне от 60 до 70 тысяч долларов. Что точно произойдет, так это волатильность в течение следующих 2-3 недель после халвинга. Поэтому я бы не стал пытаться торговать биткоином в этот период. Также исторически сложилось так, что как только биткоин взлетает и достигает нового исторического максимума, у альткоинов нет причин продолжать истекать кровью. Поэтому я держу все свои позиции в альткоинах и не беспокоюсь об их падении. Свои личные портфели я, естественно, показывать не буду, но вот публичный экспериментальный портфель, который еще 10 дней назад стоил 3,5 тысячи долларов, но сейчас упал до 2600. Итак, добро пожаловать на канал. Если ты здесь впервые, обязательно подпишись. Здесь мы регулярно говорим про изменения в мире криптовалюты и экономики. Также не забудь поставить лайк. Многим людям эта информация будет полезна, так как халвинг уже на носу. Итак, халвинг биткоина связан только лишь с выпуском новых монет биткоина. Не более того. Представь себе мир, в котором золотые рудники по всей планете сократят добычу золота вдвое. Вот что происходит с биткоином каждые 4 дня и вот что с ним произойдет сегодня, спустя 10 часов. Правило спроса и предложения предполагает, что такое сокращение выпуска на длинной дистанции в конечном итоге приведет к значительному росту цены чисто математически. Однако это не происходит немедленно и моментально. Речь не идет о сокращении существующего предложения монет вдвое, а только лишь сокращение эмиссии новых биткоинов. Всем известен лимит предложения биткоина, который составляет 21 миллион монет. Больше добыть нельзя. На данный момент еще не все биткоины добыты. Майнеры добыли 19,7 миллиона монет из 21 миллиона монет. Каждые 10 минут создается новый блок биткоина и майнеры, которые помогают обрабатывать транзакции на блокчейне биткоина, получают за это фиксированное вознаграждение. На данный момент это вознаграждение составляет 6,25 биткоина. Однако после халвинга 2024 года это число уменьшится вдвое. Майнеры будут получать 3,125 биткоина за блок. Многие люди сейчас анализируют графики биткоина для каждого халвинг цикла и приходят к выводу, что спустя 5-12 месяцев после халвинга цена взлетает гораздо выше, чем она была в день халвинга. Так, например, спустя 365 дней после халвинга в 2012 году цена биткоина выросла до 1000 долларов с 12 долларов, в 2016 году до 2500 долларов с 650 и в 2020 с 8000 до 56. В какой-то степени это правда. Но мы еще поговорим о том, почему эти данные немного ненадежны. На них не стоит полагаться. С другой стороны, иногда, когда происходит халвинг биткоина, происходит и небольшая принудительная продажа, потому что сеть биткоина управляется и поддерживается майнерами. И когда вознаграждение за майнинг биткоина уменьшается вдвое, можно утверждать, что некоторые майнеры будут вынуждены продать свои биткоины, чтобы сохранить прибыльность. Также некоторым из них придется отключить часть майнинговых ферм. Это называется капитуляцией майнеров. И это то, чего можно ожидать и сейчас. Давай посмотрим на историческое влияние последних трех халвингов на цену биткоина. В истории биткоина было только три биткоин-халвинга. В ноябре 2012, июле 2016 и мае 2020. Давай попробуем ответить на пять вопросов по каждому из трех халвингов. Первый вопрос. Растет или падает цена биткоина в ближайшей краткосрочной перспективе в течение двух-трех недель после халвинга? В 2012 году в краткосрочной перспективе ничего особенного не произошло. Биткоин просто находился в коридоре. В 2016 году после халвинга, что случилось в июле, произошли два волатильных движения вниз с резким отскоком после этого. Но, как ты видишь, это не было похоже на смену долгосрочного тренда. На самом деле, отскок отправил биткоин гораздо выше уже в октябре 2016. В 2020 году халвинг наступил после коронавирусного краха. Мы видим, что биткоин находился в коридоре, в котором болтался от 10 до 6 тысяч долларов. И на самом деле, внутри этого коридора эти падения чувствовались очень сильно. И хотя на средние сроки были эмоциональные качели, долгосрочный тренд продолжил следовать своим путем. Итого, биткоин консолидировался несколько месяцев после халвинга, прежде чем продолжить рост. То есть, находился в неком коридоре цены, где курс то падал, то рос. Второй вопрос. Растет или падает цена биткоина в течение 3-6 месяцев после халвинга? В 2012 году у нас было крупное ралли, спустя 3-6 месяцев после халвинга. 28 ноября 2012 года случился халвинг, а уже в апреле 2013 мы увидели 10-кратный рост цены биткоина. То есть, за 6 месяцев после халвинга произошел 10-кратный рост биткоина. Так что да, 3-6 месяца после халвинга в 2012 привели биткоин к очень значительному ралли. Халвинг 2016-го – похожая картина. Спустя 3-6 месяцев после 9 июля 2016-го, когда случился халвинг, биткоин вырос с 600 долларов до 18 тысяч. И это тот самый рынок 2017 года, который, наконец, привлек достаточное внимание публике. И, наконец, халвинг 2020-го. На этот раз после халвинговая консолидация заняла больше времени, чем раньше. Скорее всего, на это повлияли локдаун и коронавирусная пандемия. Здесь консолидация продолжалась полгода, прежде чем цена начала расти. Поэтому есть ли какой-то конкретный срок, когда биткоин начинает мощное ралли после халвинга? Я бы так не сказал. В 2012-м он начал расти спустя 6 месяцев после халвинга. В 2016-м прошло около 5 месяцев после халвинга. А в 2020-м году за 6 месяцев после халвинга ничего не произошло. Поэтому мы не можем сказать, что спустя 3-6 месяцев после этого халвинга цена взорвется и достигнет потрясающего нового исторического пика. Но в целом халвинг это все равно бычий фактор. Так как же дела обстоят со сроками? Как много времени проходило после халвинга, прежде чем биткоин преодолевал исторический пик предыдущего цикла и достигал новых исторических вершин? И я сейчас говорю не про окончательный пик цикла, а лишь про преодоление предыдущего исторического пика. В 2012-м году это заняло 97 дней. В 2016-м уже 280 дней. То есть около 10 месяцев после халвинга. В 2020-м 210 дней. Итак, 2012-й год 97 дней для преодоления предыдущего исторического пика. 2016-й год 300 дней, 2020-й 220 дней. Является ли это надежной метрикой? Не совсем. Единственное, что здесь надежно, это то, что исторический максимум наступит. Ведь ни разу после халвинга биткоин не достигал нового минимума. Только лишь новых максимумов. И последний вопрос. Как долго продолжался бычий рынок, пока биткоин не достигал вершины цикла после халвинга? В 2012-м году через 367 дней после халвинга биткоин завершил бычий рынок и перешел в медвежий. В 2016-м году бычий рынок продолжался 528 дней. В 2020-м году, если считать второй пик, был ран продолжался 546 дней, прежде чем биткоин достиг окончательного пика цикла и перешел в медвежий рынок. Итак, если пик цикла наступает вскоре после халвинга или вообще рядом с ним, то цикл явно укорачивается. И наоборот. Это то, что мы видим в 2012-м году. Короткий цикл. Но в 2016-м и 2020-х, поскольку биткоину потребовалось больше времени на консолидацию после халвинга, бычий рынок был продолжительней. Вывод здесь заключается в том, что продолжительность цикла на самом деле не связана напрямую с халвингом и тем, когда он происходит. Продолжительность цикла гораздо сильнее коррелирует с тем, когда именно биткоин преодолевает старый исторический пик, пик предыдущего цикла и достигает новых исторических максимумов. Если подумать, это имеет большой смысл, потому что что на самом деле делает биткоин халвинг? Он не увеличивает спрос на биткоин, как многие ошибочно думают. Не создает покупательный спрос на биткоин. Не увеличивает этот спрос. Он только лишь сокращает выпуск новых монет биткоина, что не так важно, как спрос. Так что на самом деле каждым циклом биткоина движет лишь спрос. Почему мы наблюдали дикий рост последние 2-3 месяца? Потому что был спрос, который был создан спотовыми биткоин-этефами. Но как только они начали покупать меньше и даже продавать, цена сразу же начала стагнировать. Это просто изменение спроса, его роста или падения. Когда халвинг происходит, на спрос это не влияет и никак не заставляет его расти или падать. То, что происходит сейчас, похоже на 2012 год в плане спроса и продолжительности цикла. Биткоин преодолел предыдущий исторический пик даже до халвинга. Что демонстрирует гораздо больший спрос на рынке, чем во время халвинг циклов 2016 и 2020 годов. Это говорит о том, что на этот раз тенденция на самом деле намного сильнее, чем тогда. Таким образом, халвинг не является прямой причиной каждого булрана, что случался раньше и еще случится в будущем. Каждый цикл диктуется спросом, а определить силу спроса можно по тому, как быстро биткоин преодолеет предыдущий исторический пик после халвинга. И на этот раз биткоин достиг этой отметки очень быстро, еще до халвинга. И единственное достоверное предположение в этом случае состоит в том, что этот цикл, вероятно, будет сокращен по сравнению с предыдущими циклами. Итак, в циклах 2016 и 2020 у нас было от 500 до 550 дней после халвинга, до достижения пика всего цикла. На этот раз все указывает на то, что, вероятно, цикл будет короче. И я бы сказал, что мы с большой вероятностью увидим 240 или 365 дней булрана после халвинга и затем наступление нового медвежьего рынка. Примерно такой временной лимит я ставлю себе, чтобы чувствовать себя в безопасности. Чтобы понимать, когда приблизительно начинать задумываться о том, чтобы фиксировать основные прибыли. Конечно, если произойдет что-то непредвиденное, цикл может удлиниться. И на самом деле для удлинения цикла нужна очень глубокая коррекция. Однако на данный момент, учитывая все сказанное, предположение именно такое. Этот цикл, кажется, будет короче предыдущих. Посмотри, что произошло за последние 4 месяца. Биткоин вырос чуть ли не на 200%. Альткоины растут, там и сям на 100%. Это явно булран, который уже длится 4 месяца. И нам действительно не следует принимать это как должное. И рассчитывать на то, что булран будет длиться еще полтора года, как в прошлых циклах после халвинга. Я думаю, довольно опасно такое предполагать. Более безопасным предположением здесь является то, что цикл, скорее всего, завершится даже уже в конце этого года. Или в первом квартале следующего. Хорошо, как нам подготовиться к халвингу? Биткоин на данный момент застрял в диапазоне от 60 до 70 тысяч. И 60 тысяч долларов это очень сильная поддержка. Посмотри на все эти тени, как их выкупают. Эту поддержку даже израильские и иранские удары никак не могут пробить. Должно произойти что-то очень серьезное, чтобы мы пробили этот уровень. Но имей в виду, что это все равно возможно. Ведь главная поддержка булрана находится вот на этой красной линии. Это 58 тысяч 500 долларов. Мы вполне можем ее протестировать. Тем более, что мы уже несколько раз к ней ходили на протяжении всего этого роста. Вот здесь, например, мы ее коснулись. Здесь мы даже пробились ниже нее, потом вернулись выше. И здесь мы еще трижды касались этой линии. Исходя из этого, я бы не стал торговать биткоином в этот период. Это опасно. Но стал бы накапливать биткоины в этом диапазоне, в нижней его границе. Только с пот и без кредитного плеча. Все, что касается диапазона от 50 до 60 тысяч долларов, это хороший диапазон покупки для меня. И чем ближе мы будем к нижней границе этого диапазона, тем лучше для меня. В период после халвинга мы будем находиться в консолидации. В коридоре, где коррекция в 40% может быть обычным делом, где будут массовые спекуляции, попытки всех заманить в ловушки, заставить всех поверить в то, что был ран завершен и так далее. Но затем мы будем расти. Поэтому я бы постарался накопить спотовые позиции по биткоину на нижней границе диапазона, или как можно ближе к этой нижней границе. Это мой план. К сожалению, свободных денег на это не так много, как хотелось бы. Но когда их было достаточно? Человек-натура такая, которой всегда хочется больше. Что касается альткоинов, я бы сосредоточил внимание на самых сильных нарративах, но об этом я расскажу в отдельном видео. Как я говорил в прошлом видео, нужно смотреть на те проекты, которые что-то строят и как-то развиваются. Именно они будут восстанавливаться быстрее всего. Исторически сложилось так, что как только биткоин достигает нового рекордного максимума цены, нет никаких причин, по которым альткоины будут продолжать терять свои позиции. И именно поэтому я также держу все свои позиции альткоинов. Я ничего не продавал, кроме автоматических удвоений, когда мои ордера продают 50% монет после того, как цена вырастет в два раза. Именно поэтому я не волнуюсь из-за краткосрочных колебаний. Выросли на 300%, упали на 70%, неважно. Долгосрочно я ожидаю совершенно других иксов, не 2 и даже не 3 икса. И опять же, долгосрочное ожидание заключается в том, что этот цикл, вероятно, сократится. И скорее всего, спустя 500 дней после этого халвинга мы уже не будем находиться в бычьем рынке. Что гораздо более вероятно, так это то, что буллран будет длиться в течение от 240 до 365 дней после халвинга. Итак, через 9-12 месяцев бычьего рынка после халвинга, который случится уже через 10 часов сегодня, самая короткая длительность буллрана может составить 240 или 365 дней или около того. Декабрь этого года или апрель следующего года могут стать завершением этого цикла. Если ты досмотрел видео до конца, подпишись на канал, а также на телеграм. В нем я регулярно публикую новости криптовалюты, экономики и геополитики, которая может на них влиять. Никакой рекламы, только свежая информация. Ссылка в описании. Мы почти набрали 20 тысяч подписчиков. Очень хочется достичь этого рубежа. Меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok